Господи помилуй Из беседы святителя Иоанна Златоустова Евангелие от Матфея 16 глава Я не заставляю, если кто хочет идти за мною Я не заставляю, не принуждаю, но предоставляю это собственной воле каждого Поэтому говорит, если кто хочет, я приглашаю на доброе дело, а не на злое и тягостное Не на казнь и мучение, к чему мне нужно было бы принуждать Дело само по себе таково, что может вас привлечь Говоря таким образом, Христос только сильнее привлекал к следованию за ним Тот, кто принуждает, часто отвращает, а кто предоставляет слушателю свободу, скорее привлекает Кроткое обращение, действеннее принуждение Потому Христос и сказал, если кто хочет, великите благо, говорит Он, которые я вам даю Таковы, что к ним вы охотно будете стремиться Кто дает золото и предлагает сокровища, тот не станет употреблять насилие Если же при этих благах не нужно насилия, то тем более оно нужно при благах небесных Если свойство самого блага не побуждает тебя стремиться к нему То ты недостойный получить его Если же и получишь, то не будешь знать цены полученного Потому-то и Христос не принуждает, но снисходительно увещевает нас Отрекающийся другого, например, брата или раба или кого иного Хотя бы и видел, что его бьют, или вяжут, или ведут на казнь Или как иначе мучают, не заступается, не защищает, не соболезнует, не принимает В нем никакого участия, как бы он был совершенно ему чужой Так точно и Христос желает, чтобы мы не жалели своего тела Бьют ли, гонят ли, жгут ли, или другое, что делают Не жалей себя Это то самое значит жалеть себя И отцы тогда жалеют детей своих Когда, припоручая их учителям, приказывают не щадить их Так и Христос Он не сказал, пусть не жалеет самого себя Но вот что гораздо сильнее Пусть отвергается себя То есть пусть не имеет ничего общего с самим собой А пусть обрекает себя на опасности, на подвиги И их переносит так, как бы то терпел другой кто-либо Христос не сказал Оскорбление и укоризм Он назначает предел, до которого должно простираться самоотвержение Именно смерть и смерть поносную Поэтому не сказал он, пусть отвергается себя Даже до смерти, но Возьмет крест свой Разумея поносную смерть И действие не раз или два раза Но целую жизнь совершаемую Беспрестанно Говорит он Имей пред глазами смерть И каждый день будь готов на заклание И следуй за мной Так как иной и страдая Не последует ему Когда страдает не за него И разбойник, например, и расхититель, и гробниц И чародеи терпят много тяжких мучений То, чтобы ты не подумал, что довольны самих бедствий Отчего бы они ни происходили Он предсокупляет, как должна быть причина бедствий Какая же? Что не делаешь, не терпишь Последуй Христу Все за Него претерпевай И соблюдай прочие добродетели В словах и следуй за мною Заключается и то, чтобы ты Оказывал не только мужество в бедствии Но и целомудрие И кротость И всякую добродетель То и значит последовать Ему Как должно Чтобы стараться о всякой другой добродетели И все За Него терпеть Аминь Слава Тебе Божию Слава Тебе Божию Слава Тебе Божию